Ковчег 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 Евангелие сегодня. Потому что если мы не будем проповедовать в соцсетях Евангелие, то дьявол будет проповедовать свою весть там. И он уже это делает успешно. Уже весь интернет заполонен вестью от дьявола. И нам надо изменить эту ситуацию, друзья мои. Не откреститься от нее и сказать, ой-ой-ой, это инструмент дьявола. Понимаете, нет инструментов дьявола. Дьявол берет все, что изобрел Бог и извращает это. А мы, как христиане, говорим, ой-ой-ой. Мы проморгали очень много. Проморгали телевидение, сейчас интернет мы упускаем и все остальное. Это формы для евангелизации, которые создал Господь. И мы должны их эффективно использовать. Аминь? Да, давайте воздадим Богу хвалу. Слава Богу за каждого из вас. И мы продолжаем серию проповедей, которую я назвал «На пути к мечте или по дороге в небеса». И в прошлый раз мы проповедовали о том, что Бог вкладывает в наши сердца свою мечту. И главной из этих мечт является пребывать с Творцом на небесах. Я говорил, что мы относимся к этой вести как к неизбежному, как к само собой чему-то разумеющемуся или к тому, что мы однажды испытаем после смерти. И некоторые не хотят об этом моменте думать, потому что если они начинают задумываться, у них есть сомнения, будут ли они на небесах. И даже у верующих людей, друзья, вы не отличаетесь, верующие не отличаются, у них есть сомнения, будут ли они на небесах, потому что внутри себя они понимают, что они делают не всегда все правильно. Внешне мы научились правильно делать и выглядеть респектабельно. Но внутри каждый из нас, каждый из нас знает, что есть проблемы. Правда ведь? Или это только у меня есть проблемы? У всех у нас есть проблемы. И иногда они очень серьезные. И когда ты взвешиваешь эти проблемы с тем, что говорит Слово Божье о Царстве Божьем, ты понимаешь, что ты недостоин. И у тебя есть сомнения. Я, наверное, недостоин. Но, друзья, есть радостная весть. Ты недостоин, Иисус достоин. И Он заплатил за тебя цену. Мы входим не своей праведностью в Царство Небесное, а праведностью нашего Господа Иисуса Христа. И поэтому мечта у нас должна быть такая, что я с Творцом буду на небесах. Это должно быть на уровне мечты. Мы должны мечтать об этом, друзья, что однажды придет время, и я буду со своим папочкой, со своим Творцом на небесах в радости, где ототрется последняя слеза и где я услышу слова «Войди в радость Господина, раб добрый и верный». Аминь. Воздайте Богу хвалу. Это хорошая весть. И если ты будешь так относиться к этому, это даст тебе силы проходить трудности в твоей жизни. Любые трудности. Даже смертельные болезни. Я бы не хотел, конечно, попасть в них. Но если вдруг так получится, это будет хранить тебя. Это будет давать тебе силы. Возьмите это на вооружение, пожалуйста. Также я сказал, что Отец Небесный нас одевает в одежды любви. Я назвал это одеждой любви, но Бог одевает тебя в одежды праведности. Так как Иаков одевал своего сына Иосифа, отличая его от всех остальных братьев в цветные одежды, выделяя его, говоря всем внешним, что он любит этого сына больше, чем других, также и Бог сегодня одевает нас в одежды праведности. И эти одежды праведности, они имеют свойство раздражать этот мир, но нам они свидетельствуют о великой любви нашего Отца к нам. Послушай, носи эти одежды праведности. Если ты ходишь в праведности, это и есть свидетельство великой любви Небесного Отца к тебе. Не оставляй этого свидетельства, не избегай этого свидетельства, пусть оно всегда будет видно другим. Как другие поймут, что нас Отец любит? А тогда, когда мы ходим в праведности. Так понимать. Не тогда, когда на тебя благословение, как из рога изобилия сыпется, многие говорят, о, деньгами Бог благословил, машинами, квартирами, и все понимают, что ты благословен. Нет, все завидовать начинают, друг мой. И начинают проклинать. А вот когда ты в праведности входишь, вот тогда люди начинают видеть, что Бог любит тебя. Потому что невозможно здесь сохранить верность в этом разращенном мире, в своей семье, а ты хранишь эту верность. Невозможно здесь не обмануть других людей, особенно партнеров по бизнесу, а ты не обманываешь. Невозможно восполнять ущерб, который ты причинил. Наоборот, люди как-то стараются хитрыми путями себе приобрести что-то, а ты восполняешь ущерб, который причинил. И люди говорят, послушай, что с ним не так? Что ему дает силу так поступать? Любовь отца. Любовь отца. Это и есть свидетельство. Потому что без любви отца, без понятия, без принятия любви отца, ты никогда не будешь поступать праведно. Потому что праведно может поступать только царь. А раб, он всегда пытается что-то себе урвать. Он боится за свою жизнь, он переживает за свою жизнь, он раб. У него рабское мышление. Он всегда думает, что ему не хватит. А царь, он ходит в любви отца. И он говорит, у меня всего достаточно. Потому что мой папочка безграничный бог, всемогущий бог. И если чего-то не будет достаточно, мой папочка это даст мне. Аминь. Или не аминь. О, я не знаю, как вам, но мне нравится, как я проповедую иногда. Поэтому я сейчас напишу, как мне нравится, как проповедует пастор. Подождите, я сейчас наберу текст и напишу это. Слава Богу. Послушайте, но наряду с тем, что Иосифу любил его отец, мы видим следующие слова в книге Бытие, 37-я глава. Мы там были в прошлый раз, сегодня мы тоже здесь будем за основание брать этот текст. 37-я глава, второй текст. Здесь написано. Иосиф 17 лет. Паскот. Не 17, а ему 17 лет было. Паскот вместе с братьями своими, будучи отроком. Друзья, мы видим, как бы отец не любил своего сына, сын наравне с другими трудился. Наравне с другими братьями паскот. Он так же, как и всем, был приучен к труду, и будучи любимцем отца, он не был воспитан изнеженным и праздным. Тот, кто не приучает детей своих к труду и профессии, навряд ли любит их, друзья мои. Чрезмерная любовь, которая ограждает наших детей от разных трудностей, выращивает из них эгоистов. Она не помогает им стать хорошими. Она, наоборот, растит из этих детей, непригодных к жизни, испорченных, потому что, когда они столкнутся в жизни с трудностями, они не будут готовы к ним. Мы, как родители, не приучали их к труду. Мы, как родители, не пытались оставить их лицом к лицу с их трудностями. Мы огораживали их от трудностей и думали, что мы поступаем по любви. Но на самом деле, если глубоко копнуть, мы себя огораживали от трудностей. Потому что проще все сделать за ребенка, чем научить ребенка. Нужно долготерпение, нужно терпение, нужно много труда и сил для того, чтобы научить. Не пнуть его и сказать, делай так, и пнуть второй раз за то, что он не сделал так, а именно приучить к труду. Пасти скот, друзья, был нелегкий труд. Очень нелегкий труд. Кто рос в деревне и видел, как это делается, тот знает, что это надо уйти на целый день. И скотина, она не ходила просто в стаде. Были те... Скотины, хочу сказать. Были те животные, там, овцы или коровы, которые норовили уйти из стада. И ты должен был смотреть за ними. И если они уходили, возвратить их назад в стадо. Это не то, что, как некоторые смотрят, там кино лежит под деревом, такой пастух целый день. У такого пастуха полстада к вечеру остается. А хороший пастух, он смотрит за тем, чтобы стадо было вместе. Если это овечки, они тоже могут разбрестись или может выйти медведь, волк из леса, и задрать их, и тебе надо здесь проявить смелость. То есть это очень серьезный труд. А тем более погода не всегда хорошая. Иногда ты под палящим солнцем, а иногда ты, наоборот, под дождем. Погода, знаете, нет такого у нас, как сейчас пульта, как климат-контроль настраивает. Раз ты пошел пасти, настроил климат-контроль. 21, солнце за облачком там иногда выходит, и все, и такое, знаешь, тебе хорошо. Это условия пустыни. Иосиф пасет в пустыне, жара. Кондиционеров нет, Леонида тоже нет с пультом. Не можешь написать смс-ку, Леонид, сделай чуть потише или сделай чуть похолодней. Там палит солнце. И он находится в этом. И это тяжелый труд. И отец, зная об этом тяжелом труде, он приучал Иосифа к этому труду. Потому что он думал и знал, что Иосифу это понадобится в его жизни. И мы видим, забегая вперед, что оно так и случилось, в принципе. И послушайте, Бог готов нам дать мечту. Ведь сказано, книга пророка Иеремии как раз говорит о мечте. Сказано, вызови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Наша задача воззвать к Господу. А Бог говорит, когда вы взываете ко мне, я показываю вам великое, недоступное. Это и есть мечта, которую некоторые люди так и оставляют мечтой, а некоторые превращают ее в цель и достигают ее. Все зависит от трудоспособности. И мы об этом сегодня поговорим. И проповедь сегодня будет называться «Возделывай свой сад». «Возделывай свой сад». Бог готов нам показать мечту. Он готов ее вложить в наше сердце. Но Он не будет за нас или вместо нас достигать этой мечты. Он не будет справляться вместо нас или за нас с трудностями, которые встанут на этом пути. Его главная задача, как отца, как родителя, научить нас трудиться усердно и научить нас справляться с трудностями. Это главная Его задача, чтобы мы были подготовлены в жизни, чтобы мы не только сами могли справляться со своими трудностями, но и других научить. И другим помочь. Иисус пришел и помогал другим. Сегодня церковь – это тело Христа. Сегодня церковь, она не ждет, пока ей помогут. Сегодня церковь должна выйти в мир и помогать этому миру. Прежде всего, получить спасение. Вон, прочитайте, что у нас написано. Все в этом видении. То, о чем я сейчас говорю. И Бог хочет, чтобы мы, друзья мои, сталкиваясь с трудностями, воспитывали в себе характер, чтобы мы от неугодного избавлялись и приобретали черты характера, которые угодны Богу. То есть, приобретали характер Бога. Он хочет, чтобы мы приобретали Его характер, и через это Он будет жить в нас. Друзья, вы думаете, как Бог живет в вас? Когда вы чудеса творите, это да, аминь. Бог живет в вас через свой характер. Когда мы приобретаем Его характер, как сегодня Павел говорил, когда ты приобретаешь черту добродетели, когда ты начинаешь благотворить, ты начинаешь уподобляться Богу. Что это? Это и есть черта характера Бога. Когда ты долготерпелив, в той ситуации, когда все люди раздражительны, ты уподобляешься нашему Богу. Когда ты человека любив, ты тоже уподобляешься нашему Богу. Не через то, что ты говоришь. Ты цитируешь все Писание и думаешь, через это ты уподобляешься Богу. Нет! Через черты характера, которые именно воспитываются в горниле, в трудностях, в которые мы попадаем. Да, Бог дает нам в этих трудностях вспоможение. Да, Бог дает нам в этих трудностях благодать. Да и аминь. Но Бог никогда не подаст свою благодать, если ты не начнешь ничего делать. Зачем человеку, лежащему на диване, какая-то благодать? Зачем? Он не дает благодать бездельникам. Он дает благодать тем, кто усердно трудится в том, что он им определил. Аминь. Вам не нравится это, да? Думали, я про диван буду говорить? Ну нет. Скажите аминь, и воздайте Богу в полу. Посмотрите. Апостол Павел пишет такие слова. Это первое Коринфянам, пятнадцатая глава с десятого текста. Мы читаем. Он пишет. Но благодатью Божию есть то, что есть. И благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. В этих стихах Павел показывает взаимодействие его собственного усердия с благодатью. Он говорит, вот я много потрудился, потом из-за своей скромности, Павел говорит, впрочем, не я. Потому что он знает, кто дал ему возможность потрудиться. Он знает, кому надо воздать награду. Не своим способностям, не своему умению, что я такой крутой бизнесмен, или я такой крутой служитель, или кто там я еще крутой. Не себе я отдаю благодарность и похвалу. Я знаю, кто дал мне эти способности. Мне эти способности дал мой папочка через благодать, через благодать, которую он дает мне на всякое дело, где мне нужна его помощь. Сегодня часто можно встретить мнение, что благодать все сделает за нас. И это все вот прям как снежный ком нарастает, что благодать все сделает за нас, что нам не надо напрягаться. Какие трудности? Иисус все искупил на Христе. Теперь трудности только завидят нас со стороны, убегают сразу. Какие трудности? Вы о чем говорите? Это неправильное Евангелие. Правильное Евангелие – это когда мы живем в неге, в праздности, а Бог все сделал за нас. Вот это неправильное Евангелие. Так не будет. Это неправда. Именно в этом многие, друзья мои, видят проявление благодати в своей жизни. Они думают, что если все в их жизни как по маслу идет, и все складывается так, как бы они хотели, вот тогда благодать точно действует, тогда мы под благодатью, тогда Бог с нами, тогда Бог рядом, когда финансы приходят в нужное время, когда партнеры, они отказываются от своего бизнеса и отдают все тебе, всю прибыль. Да, когда у тебя налоговая полиция пришла, увидела нарушение, закрыла глаза и сказала, все хорошо, потому что вы под благодатью. Я помню, как у нас одна женщина свидетельствовала в церкви, как она была под благодатью, и сделала вид, когда контролер шел по электричке, проверяя билета, что она спит, и говорит, у меня не было билета, я ехала зайцем, я притворилась, что я сплю, и о благодать контролер прошел мимо. Это не благодать, это беспредел. Как многие говорят, о, благодать, я уже целый год без страховки езжу. Я слышал от наших верующих такие слова, без автостраховки, без ОСАГО. Я говорю, послушайте, это не благодать, это беспредел. И наши полицейские работают плохо. Тебя давно надо поймать. Вот благодать, если бы тебя на второй день поймали, у меня благодать так, знаете, вот как у меня благодать является в моей жизни. Я два дня просрочил, меня... Никогда не тормозят ДПСники. Вот езжу всегда, еду, такое все хорошо. Думаю, вот ты ж смотри, год целый ездил, не тормозили. А это, 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 а дайте вот это. Достаю, а страховку на два дня просрочено. ОСАГО. Штраф, Олег Васильевич, слушаюсь. Взятки не давал, нет. Пошел быстрее, страховку сделал. Вот это благодать, чтобы я в аварию не попал и не было страховки. Вот она благодать, как работает. Вот это благодать явлена была в мою жизнь. Бог уберег меня от более серьезных каких-то вещей. Но мы представляем по-другому. Мы представляем, если приходят какие-то трудности, если приходит какое-то давление в нашу жизнь, о, тогда Бог нас оставил. О, я сейчас прохожу трудности. Какие трудности? Раньше получал 100 тысяч, сейчас 99. Трудности невозможны. Тысячу не доплачивает мне мой работодатель. Подожди, какие трудности? Разве это трудности? Трудности, когда мы Бога потеряли. Вот это трудности, когда ты его не слышишь, когда ты его не видишь, проявления, не ощущаешь. Это трудности. Вот здесь надо трубить во все трубы. А когда какие-то пришли физические трудности, да слава Богу, встречай их с радостью, так пишет Иаков, с радостью встречай, и говори, слава Богу, моя вера будет укрепляться в этих трудностях. И именно по этой причине, вот именно вот такое определение благодати, когда все в елочку, когда все хорошо, когда все по маслу, тогда благодать действует, тогда Бог со мной, тогда все классно, оно привело к тому, что люди сегодня, верующие люди, я про верующих говорю, они больше ищут проявление даров, нежели проявление плодов. Потому что над плодами надо трудиться, их надо взращивать. А дары даны тебе по благодати. Поэтому люди сегодня бегают и ищут чудеса, знамения. Почему? Потому что они не хотят стоять в вере. Они не хотят проходить трудности. Они не хотят избавляться от чего-то в своей жизни для того, чтобы приобрести Божий характер. Они хотят получить все здесь и сейчас. Раз! И готово. Вот это благодать. Но это не благодать, это халява. Записывайтесь сегодня за мной вот эти тарисы. Не благодать, а беспредел. Не благодать, а халява. Это халява. А халява. Это дух, который приводит к безделью, к праздности в нашей жизни и к неспособности справляться с возникающими на твоем пути трудности. Папочка так не действует, потому что папочка любит нас. Он хочет подготовить нас. Странные слова написаны. Того, кого любит Бог, того наказывает. вообще странные. До сих пор не хочу, чтобы он так сильно меня любил, да? Конечно, лучше, когда без усердия, без усилия. Но если ты идешь и в твоей жизни нет никакого усердия, нет никакого усилия, нет никаких трудностей, хочу разочаровать тебя, ты не по той дороге идешь. Широка и просторно дорога, ведущая погибель. Это не Ветхий Завет, новый. И сказано узок. И какой? А я думал, там написано кайфовый. Тернистый. Путь, ведущий к жизни вечный. Узкий и тернистый. Однажды один проповедник хорошо показал, что такое узкий. Он говорит, вот посмотри, вот например, ты в жизни своей обвешан какими-то ненужными Богу вещами. Он взял сумки, рюкзаки, а вот узкий путь, вот по которому ты пройдешь, и он поставил такие, как ворота, как дверь, он говорит, вот такой. И ты начинаешь в него проходить и твои рюкзаки не лезут туда. И чтобы пройти, тебе надо вот эти рюкзаки с себя снять. Понимаете? Вот хотел бы вместе с ними, а можно Бог вот с этим, вот с жадностью сюда пролезть? Нет, не лезет она сюда. А можно вот с этим, ну с раздражением, с гневливостью, вот по этому? Нет, не лезет. Должен оставить. А как оставить? Трудись. возделывай свой сад. Интересно, как думал Павел о благодати, когда его побивали до смерти? Он шел, проповедовал Евангелие, его побивали до смерти, и уже думали, что он мертв, вытаскивали просто за город и выкидывали, как ненужную собаку, извините за выражение. Как думал Павел, когда его не по своей даже вине бросали, вернее, вместе с кораблем терпел кораблекрушение? Как думал Павел о благодати тогда, когда за проповедь Евангелия, за то, что поручил делать ему Господь, его бросали в тюрьму, забивали его ноги в колоды? Думал ли он в тот момент, что благодать его оставила, что он оставлен Богом? Я думаю, нет. Он думал, что благодать его спасала, что благодать ему помогала выжить в этих условиях, его забили до смерти, а он встал и пошел. Корабль потерпел кораблекрушение, а они выплыли, змея его укусила в руку, а он остался жив. Вроде бы в тюрьму его посадили, а смотришь, ангел пришел, освободил его. Он знал, что благодать всегда с ним, и поэтому у Павла родились такие замечательные слова, которыми мы сегодня можем укрепляться. Правда, мы выдергиваем из контекста некоторые стихи, но Павел после этих всех событий говорит следующее в послании к филиппийцам в 4 главе 12-13 стих он говорит следующее «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке». Послушайте, он здесь показывает полный спектр жизни человека. Все бывает в нашей жизни и голод, и холод, и изобилие, и радость, и печаль, все бывает в жизни человека. Вот такой широкий спектр приобретает наша жизнь и Павел говорит об этом «Вот все я претерпел, все». И он дальше говорит такие слова «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Мы обычно вот этот тринадцатый стих выдергиваем и начинаем им исповедовать свою жизнь. А Павел сказал «Вот я все прошел, вот эти все испытания, все испытания». Он говорит «Я научился». Здесь говорят «Я научился», что значит «Я потрудился над собой». Ученик всегда трудится. Он говорит «Это не просто в халяву мне досталось, я научился, я потрудился над собой». Он говорит «Было нелегко, но я применил усилия, для того, чтобы все преодолеть». И сегодня, говорит Павел, глядя на опыт прошедших лет, на те события, которые происходили в моей жизни, он говорит «Я с уверенностью могу сказать «Я все могу». Глядя на опыт, уже попробовал. Некоторые говорят «Я все могу», но потом начинают делать и ничего не может. Есть такие, которые на работу устраиваются «Это могу», «Это могу», «Это могу». А потом до практики доходит дело, оказывается, кроме как обещать ничего не может. А Павел был испытан всеми событиями, и он говорит «Я все могу». «Я это прошел». «Я все могу». И он говорит «Причина того, что я все могу, укрепляющий меня Христос. Не мои таланты, не мои дары. Я вообще бессилен был, я вообще мертвый был, когда меня камнями побивали. Я и плавать не мог, я не ходил в бассейн, в жемчужину, не плавал, ни тренера не нанимал. Но я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Он мне дает такую силу, Он меня укрепляет тогда, когда я иду по этим путям. Друзья, Он мне сказал, Он за меня все делал. Он мне сказал, за меня все делал Христос. Я сидел под пальмой, побивал джуз, а Христос разбирался со всеми. Слышали эту историю? Я тоже любил ее всегда рассказывать. Когда к тебе, говорит, постучали проблемы в дверь, а ты, говорит, попроси Иисуса открыть эту дверь. Так классно звучит. Тебе постучали проблемы в дверь, а ты, говорит, Иисуса попроси открыть эту дверь. Я однажды просил, знаешь, что Иисус сказал? Тебе в дверь стучат, ты открывай. Не пройдет, друзья мои. Твоя дверь. А если там преступник? А вот тогда, говорит, мы и разберемся. Бог не дает тебе благодати прежде того, чем ты начал заниматься чем-то. Он не укрепляет тех, кто не устал. Кто не израсходовал силы, не требуется в укреплении. Укрепляют тех, которые растратили свои силы, которые находятся, может быть, на грани истощения. Тогда Бог укрепляет. Друзья мои, благодать работает не без нас и за нас, а работает вместе с нами. Аллилуйя! Когда Бог изначально сотворил человека, Он поместил его в самое обеспеченное, в самое лучшее место, Эдемский сад. Но Он не запланировал так, чтобы человек в этом обеспеченном, обеспеченном месте вел праздную жизнь, только ел плоды от всех деревьев, знаешь, там же полно было деревьев, только от двух запрещалось кушать плоды, сами по себе росли эти плоды на всех деревьях, все были съедобны. Не было тогда ни тернов, ни волчь, не было тогда всяких сорняков, всякой ягоды, которую съешь вроде бы как полезную, а потом окажешься в реанимации. Такого не было. Ты мог есть все, потому что грех еще не вошел, природа еще не испорчена была, человек не испортил ее природой, каждый плод был вкусен по-своему. Ты мог вкушать от любого дерева, кроме и наслаждаться. Каждый день мог новый рацион есть, понимаешь, и полезный самое главное. Полезный, без лишних калорий, без всего. Все было за иргут. И можно бы сказать, Акана Матута, или как они там это, я мультики не часто смотрю, ну короче, живи. Акана Матата, вот, правильно. А я тут все перепутал с этими мультиками. Не знаю, не знаю, что смотрят, видите. Это где, это Король Лев, наверное, было, да? Да, вот. Я тоже знаю, не переживайте, нормально. Вот. Он не сказал, так, живи, просто бегай по саду за Евой. А когда догонишь ее, не о том вы подумали, подождите, вы что? А когда догонишь его, ходите, наслаждайтесь садом вместе, смотрите достопримечательности, сходите туда, где золото, где драгоценные камни, на пляжу полежите. Он так не сказал ему. Он сразу запланировал, что человек будет трудиться, он сказал, возделывай сад. Сразу, с первых дней, было запланировано Богом работать для человека. он должен был работать для Бога и для себя. Бог хочет, чтобы мы трудились, так же, как и Он трудился, когда создавал эту землю. Он шесть дней трудился, он не просто там, он сказал, почил от своих трудов, Библия говорит, Он почил, отдохнул от своих трудов. И Бог хочет, чтобы когда мы трудились, мы вошли однажды в покой от своих трудов и насладились делами своих рук. Бог хочет, чтобы мы, так же, как Бог, однажды сказали, весьма хорошо. Знаешь, нет ничего приятнее, когда ты трудишься над чем-то и, может быть, усердно, полагая все силы, средства, достигаешь какого-то результата и потом со стороны, когда уже находишься в покое, смотришь на этот результат и говоришь, вау, это же мои руки сделали. Весьма хорошо. Аллилуйя! Аллилуйя! Как сегодня послужил я проповедию. Вау! Весьма хорошо. А можно было бы так сесть, Дух Святой проповедуй. Я сегодня, братья и сестры, под благодатью. Сегодня вам будет проповедовать Дух Святой. Ничего не слышите? Слышите? Ну, давайте тогда будем слушать. Понимаете? Мне же приходится трудиться, а Дух Святой использует этот труд и направляет его в то русло, в которое нужно, друзья мои. Вот так это все работает. А не вместо меня или за меня. Аллилуйя! Поэтому Богу хочется, чтобы мы трудились. Для чего? Не для того, чтобы ты устал, в поте лица зарабатывал свой хлеб. Это проклятие. Иисус пришел и искупил это проклятие. Он сказал, теперь будешь трудиться с благодатью. с благодатью. Ты начни! Ты начни! А я продолжу. Я дам тебе сил дойти до конца. Я сделаю так, чтобы ты не утомился, не устал и не упал. Я буду вместе с тобой через благодать трудиться. Я буду преодолевать эти трудности, но вместе с тобой. Условия. Ну, знаешь что? Потом ты с Богом, с благодатью работаешь, трудности преодолеваешь, совершаешь великие дела, но потом, когда ты выходишь в покой в седьмой день, поэтому не надо в седьмой день трудиться. Войдите в покой от своих трудов в седьмой день. Вообще-то мы должны по Библии всегда в покое ходить. Всегда, так говорят евреи, мы должны в покое трудиться. Ну, в седьмой день успокойтесь от своих трудов и скажи, вау, как я круто сегодня поработал, не сегодня, а на этой неделе. Вспомни, как Бог трудился на этой неделе вместе с тобой. Вспомни результаты. А лентяю нечего вспомнить, к сожалению. Ему скучно было. Он не работал. И знаешь, работа – это не только физический труд, о котором я говорю, или работа на кого-то, это работа и над собой. Это работа в Боге. Это работа по воспитанию детей. Это работа, когда ты от каких-то черт своего характера избавляешься, а какие-то приобретаешь. И на это тоже нужна благодать. И когда ты видишь изменения в своем характере, ты говоришь, вау, весьма хорошо. Но жена, правда, не согласна в этот момент, говорит, не очень хорошо. Ты говоришь, подожди, подожди, весьма хорошо. Здесь спор может возникнуть, но вот она определяет, весьма хорошо или нет. Поэтому здесь тоже надо быть внимательным. Бог всегда, друзья, отдавал предпочтение тем людям, кто трудились. Когда мы смотрим на первых царей Израиля, Саул и Давид. Саул, который был призван на царствие, был призван в момент, когда он искал ослиц, которые убежали от его отца. Это нам говорит о том, что Саул был бездельником, он даже не мог пасти скот своего отца. И ослицы убежали, он даже их найти не мог, этих ослиц. Он ходил там по Израилю, найти не мог. Его встретил Самуил и излил на него елей для того, чтобы помазать его на царстве. И получается, Саул, который в процессе потерял богорасположение своего Господа и потерял царствие. Был взят на царствие от безделия. И в итоге он ничего не достиг. И посмотрите, Давид, когда пришел Самуил помазывать в царе того мужа, который был по сердцу Бога, его даже не было среди братьев, где он был? На поле. На поле. Пас своих или отца, овец не своих. И посмотрите разницу. Саул не мог найти овец. Ой, ослиц, извиняюсь. Саул не мог ослиц найти, а Давид, когда приходил лев и медведь и забирали овец из его стада, он так относился щепетильно к труду, что он бежал, догонял и отбирал свою овцу через это, проявляя характер Бога, который говорит 99 оставлю и пойду искать одну. Аллилуйя. Давайте дальше. Посмотрите на Иисуса Христа, который взял 12 учеников. Все были взяты из какого-то труда, я не знаю, может быть, а многих не изучал, но вот Иуда Искариот вообще непонятно откуда был взят. Вообще непонятно. Но более того, Иисус Христос выделял в трех особенных. Петра, Иакова и Иоанна. Он брал их на гору преображения с собой особенно. И я давно уже задался целью, почему именно их? Теологи много ответили на этот вопрос, взяв их характер. Но я предположу, это моя версия, я не претендую на истину, не бросайте в меня камни, просто послушайте, как я к этому отношусь. Я думаю, что Бог вот этих трех учеников видел за работой. Он видел, как они вытрясали сети, Он видел, как они ровили рыбу, Он их призвал от работы. Помните, это единственные трое учеников, которые оставили сети и пошли за ним. И помните, однажды, когда Иисус Христос пришел, и они всю ночь трудились и ничего не поймали, Он сказал им, закиньте еще раз сети, и они ему не ответили в ответ, ты знаешь, мы столько много трудились, всю ночь пахали, мы так устали. Давай к вечеру, мы отдохнем, давай попозже. Вот вы когда-нибудь были в такой ситуации, когда ты трудился, трудился, вот ты на грани, все, тебе надо отдыхать, а вдруг приходит и говорит, слушай, надо еще тут часика на два задержаться, вот это сделать. И он такой, вау, вы бы знали, что я здесь сделал до этих двух часов, у меня уже сил вообще нет, а они так не сделали. И я вижу, что Господь их берет на гору преображения, где говорится о будущем. Иисус понимает, что надо строить церковь, и он понимает, что это усердный, упорный труд, и от того, как будут трудиться, его ученики будут зависеть, какой будет церковь. И он этим трем ученикам, видя их труд, видя их усердие, хочет передать больше, хочет рассказать больше, чем другим, показать больше, чем другим, потому что он знает их усердие, и он знает, что на них можно рассчитывать. Субтитры создавал DimaTorzok